Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре фарфор и не только. Разнообразное стекло и чайные пары. Знаменитая чайная пара гигант Агашки. Объем чашек 500 мл, ручная роспись 24 карата золота. Яркие Агашки, которые расписаны вручную. Про этот рисунок гласят много историй. Одна из которых, что раньше в основном мастерицы, работающие на заводе Дулёва, были из деревень, где имя Агафья была очень распространенным. Агафьи рисовали, а Агашки стали называть их рисунки. Такой стиль росписи еще называли трактирным. На блюдце даже рисунок заходит на зеркальце. Расписанная ручка с золотом и разными цветами. Клеймо это Дулёва и такая чайная пара гигант в советское время стоила 15 рублей. Это большая редкость. Цена такой пары 3 800. Редкий рисунок на фарфоре, это мимоза или как по-другому называют пижма. А какая же редкая форма чашек. Чашки такие низкие, выполнены на ручке колечком. Рисунок этот с двух сторон и расписано золотыми листочками. По клейму 64 год. Разбросанные веточки, роспись и золото. Здесь более яркий сокол. Вторинная вещь для любителей, кто собирает чайные пары 60-х годов. Цена ее 2500. Такая чайная пара у нас впервые с местом под тортик или еще какие-либо вкусняшки. Большая объемная чашечка с ручной росписью. Смотрите, сколько много золота и какой яркий красивый синий цветок. Рельефная ручка, золочение и на юбочке. И сама тарелочка, как такой миниатюрный подносик. Тоже с ручной росписью. И чашечка никуда не ездит. По клейму это Дулёва. Цена за такую чайную пару ЭКОИСТ 3,5 тысячи. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на ватсап. Любимый ваш тюльбан снова в наличии. Яркая ручная роспись, крытье. Как насыщенно передаются оттенки, цветы на таком красивом черном крытье. Форма чашки киевская. Вот с такой ручкой. Внутри выполнен широкий ободок из золота. По клейму это Сокол Дулёва. Такой клейму ставилось после 1968 года. Рисунок заходит также и на зеркальце. Цена такой чайной пары 2000. В наличии несколько штук. И два молочника тоже киевская форма. Вот по вот этим рельефным красивым ручкам. Первый с изображением подснежников. Знаменитый сервиз у Дулёвского фарфора. Клеймо такое ставилось после 1968 года. Ручная роспись, золочение и очень красивые цветовые сочетания. Такие нежные. Сам молочник такой шарообразный. Цена его 1500. И второй молочник достаточно старенький. Здесь еще старое клеймо Дезе Дулёва 1959 года. Такой сицевый рисунок с маленькими букетиками роз. И он в идеальной сохранности. А как же мне нравятся вот эти рельефные ручки. Поэтому если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Сейчас я вам показала все предметы завода Дулёва. А мы переходим к стеклу. Карамельная розеточка. Это вещь коллекционная. 17 см в диаметр. И выполнен такой рисунок. Работа эта из каталога. Это Неман, 35-й год. Я обязательно вставлю фотографию. Вещь очень старинная, довоенная. Таким рисунком цветка. Красивая и очень редкая. Цена ее 1500. Фруктовница. Карамельное стекло. До 61-го года. Так как отсутствует клеймо. Здесь выполнена прессовка. И вот такой интересный рисунок. Резка. И все это в таком вот карамельном исполнении. У вас на ножках попадаются к нам не часто. Посмотрите, какая массивная ножка. Она такая граненая. И выполнено здесь основание в виде цветка. Роскошь. Кто собирает стекло, тем более редкое. Мне кажется, что это очень хороший экземпляр для вашей коллекции. Диаметр чаши 22 сантиметра. Высота 15. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Цена ее 2500. Чайная пара вербилки. В исполнении в форме сельская. Или, как по-другому называют, барбарис. Рельефы. Волнистая красивая ручка. И изображение фиолетовой сирени. Объемная выпуклость. Золото в идеальной сохранности. Покрытая рисунком блюдца. Разбросанные цветочки сирени. И рельефность. По клейму этой вербилки. Клейму такую ставила из 1965 года. Цена за чайную пару 1500. Тюльпаны на черном крытье от вербилки. Какая красивая ручная роспись. Объемные тюльпаны. И как они выполнены в очень интересном цветовом сочетании. Переходящий из яркого малинового цвета в нежно-розовое. В сочетании зеленых листьев, золота и черного крытья. А черное крытье здесь не сплошное. А с такими прочистками. Рисунок выполнен по всей чашечке. Форма это стандарт с таким вот хвостиком. И здесь большое золочение. И интересный орнамент. Сама идея. Просто красота. В наличии у нас такая чайная пара впервые. Клеймо это штампель лось. С 65 по 70 год. У них идеальное сохранение золота. Они как новенькие. Цена за чайную пару 1500. В наличии есть 4 штуки. Поэтому если вас заинтересовали чайные пары от вербилок. То пишите мне на ватсап. Красная рубиновая ваза. Завода. Красный гигант. Который уже закрылся. К сожалению. Ручная резьба. Высота этой вазы 28 см. У него идеальная форма. Все в идеальной сохранности. Она очень большая. Тяжеленькая. И просто роскошная. А снизу выполнена снежинка. Тоже большая редкость. Так как эти изделия попадаются с какими-либо зацепками. Или со сколами. Цена такой вазы 2500. Поэтому если вас заинтересовало. То пишите мне на ватсап. Украинский фарфор сейчас очень ценится среди коллекционеров. Так как это стало уже дефицитом. И цены достаточно сильно поднялись. Знаменитая чайная пара. Красный бутон. Золото сияет. 24 карата. По-другому называют это изделие советским мейсоном. Именно у мейсонской мануфактуры был такой сервиз. Обратите внимание на саму форму. Как бутон. В виде цветочка. Красно-оранжевое крытье. Такое яркое. В сочетании золота. Рельефности. И это барановка. И даже блюдце. В форме цветка. С такими вот интересными золотыми фестонами. А вокруг зеркальца яркое крытье. Цена за чайную пару 2,5 тысячи. Поэтому если вас заинтересовало. То пишите мне на ватсап. В наличии есть несколько штучек. Легкий. Костяной. Невесомый фарфор. Кобальтовая масленка. С такими вот снежинками. И объемными точками краски. Большое количество золочения. Ручная работа. Все золото в хорошей сохранности. Без колов и трещин. И сама масленка. По клейму это добыш. Тоже Украина. В очень хорошей сохранности. Шикарная масленка. Цена ее 1500. Посмотрите какие яркие предметы. Яркое крытье и золото. Поэтому если вас заинтересовал украинский фарфор. То пишите мне на ватсап. Очень редкое блюдо. Для тех кто собирает и коллекционирует стекло. Карамельное. 31 сантиметр. Это прессовка. Изготовитель. Это один кэдо. Наружа это все гладкое. А внутри это объемное. Рельефное и колючее. Шикарное исполнение. Очень редко попадается. Для меня это даже удивление. Цена его 4000. Поэтому если вас заинтересовало. То пишите мне на ватсап. Состояние идеальное. Без колов и трещин. И последняя чайная пара на сегодня. Старое клеймо от завода Пролетарий. С такими прекрасными букетами. И все букеты по всей чашечке разные. Легкий невесомый фарфор. Очень белоснежное и тонкое изделие. Чайные пары от завода Пролетарий. Крайне редко попадаются. Но я всем сердцем люблю это предприятие. Всегда отличаются. Высоким качеством. И своими интересными идеями. Цена за эту чайную пару 1000 рублей. Вот такой небольшой обзор был. Из стекла и фарфора. Если вас что-либо заинтересовало. То пишите мне на ватсап. Собирайте хорошие вещи. Хорошие предметы. И конечно же цените то что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.